Привет-привет, с вами Фил на канале Твой Игровой, и сегодня разговор пойдет про те игры, которые чем-то похожи на всем известную салонную игру Мафия. Но! Это будут не те игры-клоны, которыми полны сейчас прилавки магазинов, а именно те игры, которые привносят в жанр данного рода развлечений нечто новое, так скажем, наследуют и развивают механику Мафии. Что же их объединяет, эти игры? Если разобраться, то в первую очередь это, конечно же, механика скрытых ролей. Также во всех этих играх так или иначе присутствует некая психологическая борьба, то есть в них вам придется составлять и изучать психологический портрет ваших оппонентов, чтобы кого-то вывести на чистую воду, разоблачить, предугадать чужие намерения и так далее. Еще в этих играх обязательно используется дедуктивная логика, но не буду больше тратить ваше время на вступление, поскольку все мы, как обычно, куда-то торопимся, а игр, про которые нужно рассказать, на самом деле около двух десятков. Поэтому я сейчас попытаюсь кратенько рассказать вам про то, что лежит у меня на столе и даже немного о большем, и дать некую такую субъективную оценку, свое мнение по каждой из этих игр. Поехали! И начнем мы, пожалуй, с игры, которая вышла относительно недавно. Криминалист убийства в Гонконге была впервые показана на выставке настольных игр, которая проходит ежегодно в городе Сен, Германии. Ну, как недавно? Выставка-то прошла год назад, а сама игра была локализована в России прошлой весной компанией Стиль Жизни. Это быстрая полу-кооперативная игра с предателем, и в ней, как видно из названия, мы будем расследовать убийство. При этом один из игроков назначается ведущим, он же Криминалист, но он здесь не просто ведет игру, сам в ней не участвуя, как это было в мафии, а наоборот принимает в ней активную роль, дает подсказки и наводки на улики другим игрокам с помощью специальных карточек. Криминалист удачно сочетает в себе механики сопротивления и мистериум. Если вы уже играли в обе эти игры, то это говорит вам о многом. Если же нет, поясню. Криминалист — это игра на ассоциации. Она рассчитана в первую очередь на активное общение и взаимодействие между участниками. Вам придется анализировать факты и сопоставлять их с ходом мыслей друг друга. В том случае, если вы играете за убийцу и его команду, то иногда придется действовать неявно, подкидывая игрокам какие-то неверные логические цепочки, чтобы отвести от себя подозрения и все в таком духе. Как это происходит? Случайным образом, вытянув карты, один игрок становится криминалистом, а другие — следователями. А один из участников — убийцей. Криминалист открывает свою карту, чтобы все участники знали его в лицо, остальные же игроки держат свои роли в тайне. У всех игроков, кроме криминалиста, есть по 4 открытые карты улики, 4 орудия и жетон следователя, дающий право один раз за игру выдвинуть обвинение, назвав лежащую перед игроком улику и орудие убийства. В самом начале на манер мафии все засыпают, кроме криминалиста. Он будет убийцу, и тот загадывает ему одно из своих орудий убийства и одну улику. Именно их должны будут отгадывать следователи для своей победы. Затем участники просыпаются и начинают расследование, которое длится 3 раунда. В течение этой части игры криминалист будет давать следователям подсказки об увиденных им уликах и орудиях убийства с помощью специальных тайлов реконструкции, которые содержат всевозможные сведения о месте преступления, одежде жертвы, состоянии тела, дне преступления, времени суток, характере смерти и так далее. Он отмечает те позиции, которые, по его мнению и ассоциациям, подходят к загаданным игроком-убийцей, орудию и уликам. Следователи обсуждают, какие из предметов могут соответствовать обозначенным криминалистам словам, и в конце каждого раунда в обязательном порядке высказывают свои обоснованные подозрения. После того, как все выскажутся, начинается следующий раунд, в котором криминалист заменяет один из уже выложенных тайлов на новый и вводит тем самым уточнение в ход расследования. Игрок-убийца всеми путями старается запутать следствие. Как говорилось ранее, в любой момент игры участник, в том числе и убийца, может сбросить свой жетон, чтобы выдвинуть обвинение, назвав предполагаемые орудия и улику. Если он угадывает правильно, победа достается следователю и криминалистам. Если он ошибается, он теряет право своего голоса, но также остается в игре и участвует в обсуждениях. Единственное, что не может выдвинуть обвинение. Если убийце удается продержаться три раунда, то, соответственно, он побеждает, если его не разоблачили. Также, если игра идет составом более пяти игроков, то по желанию добавляются роли сообщника и свидетеля, а также карточки событий. Сообщник просыпается вместе с убийцей, он знает его личность, знает орудие и улику и побеждает в случае, если убийце удается остаться безнаказанным. Свидетель знает личности обоих преступников, однако не знает, кто из них кто. Соответственно, и орудия, и улику он тоже не знает. Однако, ему также придется действовать неявно, поскольку даже если убийцу поймают, но он сможет назвать личность свидетеля, победа будет засчитана преступником. Из минусов могу отметить требовательность по количеству участников. Чтобы игра полностью себя раскрыла, это все-таки 6 игроков и более, лучше всего 8-10. Также игра очень сильно зависит от ведущего, его опыта, его знания игроков, с кем он играет, его опыта выстроить правильную цепочку ассоциаций. Также очень важный момент, ведущий должен уметь контролировать свои эмоции, потому что любой каким-нибудь жестом, ухмылкой, подмигиванием очень просто сломать партию и поставить убийцу в невыгодное для него положение. То есть дать игрокам лишнюю информацию здесь очень легко, если вы ведущий. Контролируйте свои эмоции. Рандом. Если на поле очень много одинаковых, ну более-менее таких похожих вещей, то найти убийцу становится намного сложней. Да, поскольку игра короткая, еще очень надоедает постоянно выкладывать карты. Их нужно очень хорошо мешать, чтобы у вас не выходили одни и те же карточки, которые были в предыдущей партии подряд. Вот, этот момент немножко бесит. Откровенно бесит. Однако же мне игра очень понравилась. В первый раз мы играли в нее в запой, за вечер где-то порядка 10 партий. Нас было всего четверо, и было дико интересно. Очень динамично, много живого общения. Все участники одновременно участвуют в процессе обсуждения, строят свои версии. Игроки не выбывают, и нет ожидания своего хода. Правда, после второй уже партии нам показалось, что среди четверых игроков найти убийцу слишком просто, и мы добавили еще по одной улике и по одному орудию убийства. С реиграбельностью тоже все отлично. Почти 300 карточек, 200 улик и 90 орудий убийства. Представьте, сколько это комбинаций. Отдельно хочу отметить качество локализации. Все просто супер. Моя общая оценка игры 9 баллов. Играю сам с удовольствием и буду рекомендовать. Это небольшая карточная игрушка. Меня заинтересовала сразу, как только я ее еще увидел в локализации от Гаги в 2015 году. Заинтересовала своим сеттингом. Такое мрачноватое европейское средневековье, еще и с дьявольщинкой. Хм, подумал я. Должно быть интересно. К тому же мы тогда довольно часто играли в мафиозные игры. Это сейчас, наверное, последние месяца в 8 подсели на евро. Но тогда я сразу подумал, надо брать. Полез читать отзывы и как-то передумал. В общем-то оказалось, что дьявольщинки там никакой нет. Только в названии, чисто номинально. И по геймплею что-то такое довольно противоречивое. И вот сейчас, когда у меня возникла идея сделать подборку мафиозных игр, я решил к ней вернуться и, так сказать, ознакомиться все-таки самостоятельно. Итак, представьте себе такую картину. Карета на всем своем скаку мчится к мрачному замку, темным исполинам, нависающим над горизонтом. Внутри кареты от 3 до 8 игроков в роли представителей двух тайных враждующих организаций. Организации эти настолько засекречены, что их члены даже не знают друг друга в лицо. И вашей задачей в игре станет вычислить своих собратьев по тайному братству. А также любыми путями добыть для своей организации определенные ценные артефакты. Игроки на старте могут выбрать себе карту персонажа, это, так скажем, их аватар в игре, и случайным образом выдается карточка профессии. Это, можно сказать, козырь в рукаве. Особое уникальное свойство, которым можно неожиданно воспользоваться. А также, само собой, игроку выдается карта принадлежности к одной из фракций и по одной карте предмета. И вот что в корне отличает эту игру от мафии, что мне понравилось в ней, наверное, больше всего, это, во-первых, то, что игроки не выбывают до самого конца игры. Убивать здесь никого не надо. И, во-вторых, сам геймплей. То, каким образом здесь добывается информация и строятся логические цепочки. Смотрите, во время игры участники будут обмениваться предметами. Причем делают они это в закрытую для всех тех, кто не участвует в процессе обмена. Игрок выбирает среди своих карточек ту, которую хочет предложить на обмен, предлагает ее другому игроку. А тот уже смотрит и выбирает, нужна ему эта карта или нет. И насколько ему выгодно будет срабатывание ее свойства. Дело в том, что многие карты содержат эффект, который срабатывает только при ее успешном обмене. Если игроку отказывают в обмене, то он берет вот такой же тон дуэли. Теперь, если он вызовет кого-то на дуэль, то его сила будет больше на единицу. Или его, если вызовут на дуэль. В общем, он становится сильнее на единицу. А с помощью дуэлей можно, так скажем, заставить другого игрока выдать насильно какую-то информацию. После вызова все, абсолютно все игроки должны проголосовать за того, чью сторону они поддерживают, атакующего или обороняющегося. Их голоса и жетоны суммируются, и победитель может заставить участника либо раскрыть свою принадлежность к фракции, или обыскать его багаж и забрать нужную карту. Чтобы победить, нужно сделать довольно рискованный шаг. Собрав всю необходимую, как он считает, информацию и нужные артефакты, игрок называет трех участников своей группировки, и у них обязательно должен быть нужный артефакт. В случае, если его версия оказалась ошибочной, его команда и он сам сразу же проигрывают. В целом, игрушка интересная, быстрая. Я могу посоветовать ее как хороший такой крепкий филлер для 4-8 участников. К тому же, за ее скромную стоимость покупка вполне оправданная. Вся соль здесь в наблюдении за игроками, в выстраивании логических цепочек, но часть информации можно также извлечь из наблюдения за эмоциями игроков. Кто предложил кому карту на обмен, как тот игрок в этот момент отреагировал, какие у него были эмоции, что ему могли предложить, и почему он отказался от обмена. Вот, вся эта информация анализируется, и на основе нее выстраиваются версии относительно принадлежности к тому или иному братству. Минусы. При игре нечетным составом одна из команд будет в меньшинстве. Не рекомендую такой состав. Высокая федлевость, много манипуляций с компонентами, особенно с картами, в результате чего, кстати, они могут быстро затереться без протекторов. Маловато интересных профессий и предметов, подчеркиваю, интересных. Они есть, но для обеспечения высокой реиграбельности, мне кажется, маловато. Моя оценка 7 баллов. Из мрачной викторианской Европы переносимся на загадочный восток. Игра Бэнк Меч Самурая продолжает серию игр Бэнк, основанных на противостоянии закона и преступности, где игроки, втайне приняв одну из сторон, добиваются своих целей с помощью карточной механики Take Dead. Свой ход игроки добирают карты и применяют их против других участников или в качестве плюшек себе и своим союзникам. А иногда карты имеют и более-менее нейтральные свойства, делающие плохо или хорошо всем сразу. В оригинальной игре Бэнк, в зависимости от вытянутой игроком роли, определяются и победные цели. Бандиты должны убить шерифа, единственного игрока, чья роль известна всем с самого начала. Шериф и тайные помощники уничтожить бандитов и ренегата, а тот, в свою очередь, пытается убить всех, не допустив смерти шерифа раньше времени. Он это должен сделать собственноручно. Помимо ролей, каждый участник также обладает картой персонажа, определяющей запас здоровья и особое свойство. В игре Меч Самурая, помимо очевидной замены сеттинга с Дикого Запада на Японский Сюгунат, была переработана и несколько переосмыслена механика, поэтому, если выбирать между двумя играми, я бы задумался. У каждой есть свои плюсы и минусы, хотя, как вы можете судить по состоянию коробки, оригинальный Бэнк мы очень любим. Во-первых, теперь никто не выбывает из игры, как это было в оригинале, так что все участники смогут насладиться игровым процессом от самого начала и до конца. У оружия появилась не только дальность, но и сила атаки. Количество урона указано здесь же на карте. Да, если вы вообще не играли в оригинальный Бэнк, то поясню. Находящиеся рядом с вами игроки находятся от вас на расстоянии 1, следующие за ним на расстоянии 2, 3 и так далее. И чтобы атаковать тех, кто сидит дальше от вас, нужно иметь и оружие подлиннее. Персонажи, кроме очков здоровья, которые теперь называются стойкостью, имеют также жетоны чести. Если игрок теряет последний жетон стойкости, он считается побежденным и отдает один из своих жетонов чести победившему его игроку. Однако в начале своего хода побежденный вновь восстанавливает весь запас здоровья, а игра продолжается до тех пор, пока кто-либо из игроков не распрощается с последним жетоном чести. Тогда все открывают свои роли и считают победные очки своей команды, число которых рассчитывается, исходя из накопленных каждым участником жетонов чести, умноженных на бонус из специальной таблицы. Бэнк игра веселая, с незамысловатым игровым процессом, и если его еще разбавлять шуточками по ситуации, можно даже глупыми, то играется она еще веселей. В целом изменения мяча самурая спорные, мне лично больше по нраву оригинальный Бэнк, но кто-то скажет, что изменения пошли игре на пользу. Теперь такое непрерывное молотилово, переброска картами, чаще всего, конечно, хаотичное, но в то же время в действиях игроков прослеживается некоторая логика, позволяющая вычислить, кто из них есть кто. Из минусов, наверное, стоит отметить вследствие простоты правил, отсутствие глубины и неуправляемый рандом. Порой в руке собираются настолько бесполезные карты, что просто не знаешь, что с ними делать, а противникам, наоборот, чрезмерно везет. Также количество игроков. Более-менее нормально в нее играть можно от 5, я бы рекомендовал 6 и более. Тем не менее, Бэнк Меч Самурая это отличная игра, особенно для новичков, так что я, как минимум, рекомендую вам ознакомиться с ней лично. Моя же оценка 6,5 баллов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова